Мы говорили о здоровье семьи, что здоровье это общее. Мы говорили о том, что на 70% люди истощены просто неправдой жизнью. То есть они бегут вперед все время. И так как они бегут вперед, они в настоящем времени не находятся, поэтому не получают энергию природы. Когда человек сильно думает о том, что в будущем счастье будет, в настоящем он не контактирует, в настоящем он не контактирует. Если человек не контактирует с настоящим, он истощается. Истощение приводит к скандалу. Большинство людей, 90% людей живут в будущем счастье, в ненастоящем. Я сегодня поехал к вам на берег моря и там занимался йогой. Некоторые люди бегали до берега, некоторые ходили, некоторые лежали. Это уже тоже неплохо. Но их было, этих людей, очень мало там. Но несоизмеримо с количеством людей, живущих в городе. Это значит, все остальные загибаются. Те, кто там был, они получают силы. То есть они копят энергию. А все остальные теряют силы. И значит, у них, несомненно, будут рушиться отношения в семье. Потому что есть такое понятие здоровья семьи. Не здоровье конкретно одного человека, а здоровье семьи. То есть энергия здоровья или энергия природы делится между людьми. Вот один хотя бы бегает, другому тоже уже легче. Подтверждение. Вот. Но вообще лучше выключить поминутый телефон, а то слишком много подтверждений будет. Сулекция. Для того, чтобы развивать в ком-то что-то, то есть развивать близких понимание, необходимость заботиться о здоровье своей семейной жизни, своего тела. Для того, чтобы кого-то вдохновить, что-то понимать. Для этого нужно сначала установить с этим человеком правильное отношение. И вот в этом самая большая проблема. Проблема создается с самого начала, в результате влияния энергии любви. Любовь всегда перетягивается. Она так действует, что один человек любит сильнее другого всегда в отношении. Всегда так устроена жизнь, что один сильнее другого любит. И тот, кто любит сильнее, он зависит от любви. А тот, кто любит меньше, он просто живет с этим человеком, потому что тот качествами лучше. То есть тот, кто сильнее любит, должен быть лучше, как человек, чтобы тот, кто любит меньше, с ним жил. И вот так создаются семьи. Один сильнее любит, другой лучше по качеству. Но тот, кто сильнее любит, унижается в отношении постепенно. А тот, кто лучше по качеству. А тот, кто отдает любовь, гордится собой. Тот, кто сильнее любит, он лучше по качеству. Ну, унижается. Униженный человек не может быть ни красивым, ни привлекательным. Вот человек по природе, допустим, привлекательный. Он может где-то работать, его все уважают на работе. Он там может быть очень привлекательным. Но в личной жизни, ну, может, если он унижен, он не будет привлекательным. Потому что он зависим от любви. И он потерял себя в этих отношениях. Теряет себя постепенно, человек. А близкий человек гордится собой, начинает вести себя плохо, у него портится характер. И он фактически уничтожает свою жизнь таким образом. Кто же должен поменять ситуацию? Конечно, если человек, который отдает любовь, и он при этом очень разумный, он будет вдохновлять своего близкого человека, не так сильно зависеть. Он даст ему больше самоуверенности, подбодрять, подбадривать его, даст ему силы. И в конце концов выровнится ситуация. Но это бывает редко. В основном, тот человек, который унижен, и который любит, ему нужно научиться любить Бога, святых людей, которые связаны с Богом, научиться святые места, которые связаны с Богом любить. И эту любовь поставить выше, чем любовь к человеку. Иначе эта любовь к человеку его сожжет. И его, и человека близкого. Я видел даже такие ситуации, что мужчина водил вторую женщину домой, для того, чтобы с ней спать. А жена при этом считала, что это нормально, потому что она недостойна этого человека. И слава Богу, что он вообще с ней живет. Но если он кого-то водит еще себе, то это нормально, потому что ему не хватает. Я ему не могу дать то, что ему нужно. Это иллюзия. Вот люди ввели себя в такую иллюзию сами. То есть он так считает, как мужчина, и она так считает. Одна женщина пришла ко мне на консультацию и говорит, Олег Геннадьевич, знаете, я такая грешница, и из-за моей греховной природы, из-за того, что я такая греховная, от меня ушел муж. Но мой муж святой человек. Он святой, возвышенный человек. Но из-за моей греховной природы он ушел. Ну, вроде как-то все складно. Вот есть святой человек, и он не смог жить с греховным человеком. Я говорю, а куда он ушел-то? Она говорит, он нашел себе другую святую. Я говорю, вы знаете, святые люди вообще-то не бросают жену и не гуляют. Она говорит, ну, это особый случай. Я говорю, да, конечно, это особый случай. И особенность этого случая заключается в том, что вы так сильно полюбили человека, что потеряли себя. И теперь обожествляет этого человека. Хотя на самом деле он в результате того, что произошло, просто стал негодяем, а не святым человеком. Интересно, как устроена жизнь. И она смотрела на меня, думала, говорит, я не знаю, что вам сказать, Олег Геннадьевич. У меня в сердце другое. Я говорю, конечно, у вас в сердце другое, потому что вы бесконечно любите человека. Вместо того, чтобы любить Бога. И поэтому избавовали, испортили этого человека до безобразия. И он, когда человек от вас бросал, он был уверен, что вы недостойны его. Потому что вы сами привели ему такие мысли в своем поведении. Из-за этого печальны. Человек разрушил свою семью, совершил грех, за это будет отвечать. Женщина осталась без мужа. Я хороший человек. Видите, как важно научиться строить правильные отношения и понимать, что есть что. Человек не может быть Богом. Его не надо обожествлять. Как в России, там все с ума заходили сейчас по футболу. И там, ну, били в Россию в ворота гол. Пытались забить пенальти. Там был гол забивали. И вратарь, ну, так получилось, что он прыгнул, и нога его ударила со мячик. И там потом написали, если есть Бог, то разве это не этот вратарь, чья нога отбила мячик? Люди склонны как бы обыскать людей. Нога так отбила мячик сама. Поэтому он Бог. Вот. Ну, смешные люди. Не понимают, что Бог гораздо выше всех этих мукостей, которыми мы здесь занимаемся в этом мире. Вот. Но так или иначе, любовь заставляет обожествлять людей. Это любовь — это огромная сила. Мы обожествляем людей. И это обожествление прибудет к тому, что они начинают гордиться собой. Но есть много разных причин, почему мы не можем воспитывать близких людей. И главная причина заключается в том, что наше чувство собственного достоинства не занимает правильное положение. Ну, допустим, если мы устремились слишком сильно зарабатывать, нам нужна в жизни больше всего на свете больше квартиры, нам нужна лучше машина или еще что-то нам сильно нужно из материального больше всего на свете, и мы ради этого живем, то мы не сможем поменять ни себя, ни близкого человека в такой жизни. Потому что в этом случае люди, их чувство собственного достоинства уходит вперед. Они живут завтрашним днем, и они не могут не любить друг друга в это время, не получать силы природы. Они ничего не могут, потому что у них чувство собственного достоинства улетело вперед. Все. Ну, то есть они в суете живут, они не могут получать силы, счастья. В результате люди устают постепенно, теряют силы, у них появляется ощущение, что отношениях у них нет, счастья, и рано или поздно расходятся. Как же воспитывать близкого человека? Надо вернуть себя на место, сказать, для меня дороже всего любовь, природа, добрые люди и Бог. А квартира, на которой мы зарабатываем, на следующем месте стоит. И если человек так себе сказал, то он находит время на то, чтобы на природе быть, с добрыми людьми и в храме. Набирается сил, начинает эти силы вкладывать близкого человека. Чувство собственного достоинства стало на место, можно говорить добрые слова близкого человека. Добрые слова отрезляют. Но сначала надо принять близкого человека, вот он у меня такой, в таком состоянии находится, принять его. Этого нужны силы природы, добрых людей, и Бога силы набралась, приняла близкого человека. А когда приняла человека, следующая стадия это воспитание уже. Воспитание не первая стадия. Вот, допустим, если вы хотите, чтобы дети вас слушали в школе, допустим, или там студенты, то нужно сначала принять этого человека. А потом он тебя начнет слушать уже. Вот надо почувствовать, и принять. Вот когда вы мне задаете вопрос, я сначала вас принимаю. я должен вас принять. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...